Львы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И первая карта для вас в начале месяца – это карта Десятка Жезлов. Десятка Жезлов показывает это ваша трудность. Вы как бы тащите ваш груз на себя. Кому-то хотите помочь, и вы всё это берёте, всю ответственность на себя. Но не нужно себе закрыть дороги, потому что вы можете сами создавать с такими… Может, вы добрые хотите помочь, но не нужно, не всегда нужно человеку помочь. Нужно смотреть, стоит вообще этому человеку помочь или нет. Но здесь ещё как будто и у вас в вашей жизни, те, которые находятся в отношении, какие-то ваши трудности, какие-то ваши преграды. Здесь как будто начинается март месяца с тяжёлого ножа на ваших плечах. Давайте посмотрим следующая карта. Это Паш Пентакли. Паш Пентакли. Почему вам трудно? Может, кто-то хочет пройти какое-то обучение. И это для вас как бы тяжело. Может быть, по финансам. Для некоторых, может быть, для того, чтобы преодолели какие-то ситуации, трудности, какие-то изменения в отношении. Здесь как бы вам нужно вкладывать, обучаться что-то, пойти что-то, может быть, сделать для себя, в благо себя. Здесь не нужно вот стоять и думать долго. Здесь нужно вот именно вначале уже какие-то действия делать. Но ещё хочу сказать, что для некоторых, может, покупка, может, о чём мечтает покупать, какой-то, может, некоторый дом, машина, здесь как бы пока трудно в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта на начале месяца. Это семёрка мечей. Семёрка мечей показывает, если вы чувствуете, что где-то хотите пройти какое-то обучение, и вы чувствуете, что человек не честный с вами, то не нужно это сделать, потому что здесь как есть хитрость, есть обман. Да, здесь есть то, что человек неправду, да. И здесь вот, может, если вы одинокие, да, вот здесь как бы вы сами создаёте вам проблемы, да. У вас из-за этого вот то, что вы сами вот это создаёте, уходит и ваша энергия, ваши силы, да. Здесь просто нужно идти в что-то новое, вкладывать себя и не жалеть ни о чём. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца пятёрка пентакли, да. Уход из отношений, уход ваших проблем и для них, уход каких-то ситуаций. Но то, что уже в середине месяца у вас уходит, может быть, вы уйдёте от каких-то людей, которые вы понимаете, что люди вас обманывают, да. Если тех, которые в отношении, у будет такое состояние, захотят уйти из отношений, да. Может быть, эти отношения были на начальном этапе, да. Может быть, были общения, какие-то переписки, но вы здесь и остановились, потому что дальше эти отношения не пошли. Для вас как бы это было тяжело и вы захотите уйти. Если касается рабочие моменты, то здесь тоже будьте аккуратны, потому что здесь в этой работе могут вам обещать, что вам повышение зарплаты, какие-то премии, но всё-таки здесь не будет, потому что это обман со стороны человека. Может, то, что люди не хотят, чтобы вы ушли от работы, чтобы не было тяжело, да. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это девятка Пентакли. Не нужно сидеть в бездействии. В середине месяца для того, чтобы вы преодолевали ваши какие-то преграды, трудности, делайте действия. Не нужно находиться в состоянии депрессивной, пустотной состоянии, да, когда вы, может, кто-то, знаете, может, кто-то ждёт какой-то, да, какой-то, что кто-то напишет, да, может, кто-то даст о себе знать, да, и из-за этого вы переживаете. То есть здесь просто вам нужно заняться с собой, да, вкладываться в что-то в себя, делать какие-то шаги вперёд. Следующая карта на середине месяца, и это у нас карта башни. Разрушайте ваши стереотипы, разрушайте вот эти ваши страхи, что у вас ничего не получится, да. Разрушайте то, что вы ждёте вообще человека. Если даже будет судьба человека, появление в, ну, вашей жизни, всё-таки будет этот, или то, что ваше состояние, когда уйдёт вот эти силы ваши, вот энергия из-за какого-то человека не нужна. Здесь просто нужно идти вперёд, разрушать вот эти ваши ожидания и сделать вот какие-то, поставить новые цели, да. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это девятка жезлов. Девятка жезлов вы как будто, знаете, уже в конец месяца вы будете ставить как щит, да, вы будете оградиться. Может, кто-то прекратит это общение, хотя будет тяжело, да, хотя поймёт, что он как, ну, мы общались или были в отношении. Здесь как бы всё-таки поставить, да, защиту себе, да. Вы здесь скажете, нет, всё, хватит, я не могу так дальше идти. Давайте посмотрим следующую карту, что это самый рыцарь мечей. Вот как вначале вы только думаете, никакие действия не делайте, вот уже конец вы какие-то шаги делаете, да, вы устали страдать, да, вы устали, может быть, боялись менять работу, и да вы всё-таки, вот из-за этого было вам так тяжело и трудно. Но то, что вы боретесь за своё место под солнце, за своё, вот кто-то, может быть, борется, чтобы был счастлив, да, чтобы отношения, то здесь как бы идёт уже, как бы шаги, да, идёт вот какие-то действия. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Это карта дьявола. Не искушаться на протяжении всего месяца марта. Постарайтесь не идти в прошлом, да, не переживать, что вы перестали с кем-то общаться, потому что здесь для вас будет как зависимость, да, может, зависимость от человека, может, вы не сможете, да, прекратить каких-то отношений, идти в новые. Но то, что вы должны быть аккуратны на протяжении всего месяца, для вас будет, может быть, как испытание, как проверка свыше, какие-то уроки для вас, да, то это однозначно у вас будет. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.